Вы образованный человек. Уничтожать произведение искусства, по-моему, это варварство. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Нет высшего наслаждения для интеллигентного человека, чем уничтожить мировой шедевр. Уничтожить? А потом я знаю простых людей. Братья, вам нужны эти каменные бабы? Или вам нужны здоровые работящие живые девки? Просто выше не было никого. Ко мне тут один крутой подходит, такой говорит, что у нас артисты все время показывают, что мы вот так вот и разговариваем. Мы не только так разговариваем, мы вот так вот и разговариваем. Вот так вот и разговариваем. Он говорит, ты, говорит, Пушкина полностью знаешь? Я говорю, нет. А я, говорит, Пушкина полностью знаю. Пушкина Александра Сергеевича полностью. вы говорите, что мы культурой не интересуемся, интересуемся, вот я смотрел эти передачи, знаешь, отгадай мелодию с двух нот, с одной ноты, вообще без нот, вот отгадай, что за мелодия, па-па, это мы уже играли, та-та-там, не, к рыбе пояс подходит, а вот это что, та-та-та-там, с другой стороны приходит, я, говорит, сейчас был такое, говорит, место, не вокзал, поезда не ходят, но длинные картины висят, как называется? Галерея, правильно, ты умный мальчик, один ходил, Третьяковская галерея, сколько у Третьяковского бабок было, сколько картин пацан купил, у меня дружба с Аней Лютой, богатый человек, у него свой остров, он стольник дал, ему будет дрезерис в пруду остров из песка насыпал, он всем ходит, говорит, у меня свой остров, так у него всего одна картина, Айвазовского, пейзаж, вообще нулевая, краска не высохла вообще, называется, называется «Братва у Ленина», не видал? Ильич помогает заполнять декларацию налоговую, не видал? Чего ты смотришь, не смотрел, я тебе показываю. Картина еще мне понравилась, называется «Киллеры на привале», не видел никто? Мужики сидят, винты поставили, видимо клиент не пришел, на пейджер скинул, не может, понимаешь? Они сидят, отдыхают, парень вот так вот сидит, видно, рассказывает, другим говорит, пацаны, чувствует, что он хочет сказать, пацаны, может бросим это дело? Школу кончим, а полиция, видно, там осталось, им 8-9 классов кончить, и все. Школу кончим, говорит, кто это разговаривает? Он говорит, школу кончим, читать научимся, а если читать не научимся, в Думу пойдем. Там, говорит, читать вообще не надо уметь, там если в первом чтении не поймем, во втором чтении поймем. Ты че смеешься, в Думе что ли? Там читают, пока они разберутся. Кстати, ты похож, знаешь, вот точно сидишь, точно, не, не, вот это, точно картина называется «Спящий демон», вот так. Знаменитый художник, доллар, не, рубль, рубль художник. Я на тебя снова путаю, рубль, художник, рубль. Точно вот так вот пацан сидел, точно как Колька, когда от него жена уходила. От него жена уходила, говорит, Коля, учти, я ухожу к чужому мужику, ты еще пожалеешь. Колян так сидел, сидел, сидел. Че, я должен чужого мужика жалеть? Не видала эту картину? А вот девчонка сидит, точно называется картина «Как ты сидишь», сейчас называется «Аленушка на камне сидит», не видала? Как ты, девчонка, сидит, глаза как флюгерс, такая накуренная вина, босая, девиник, откуда у нее деньги, понимаешь? Брат-козел, оказывается, у нее, козел-брат. Еще картина, подожди, хлопай, я тебе всю гильерею расскажу. Там картина называется «Чувиха морозов». Видал картина? Никогда. Я вообще морозову не знаю, Киркоровскую знаю, морозову вообще не знаю. Ну, Москва нарисована четко, грязи полно, нищий, снег не убран. Душкова не вина, вина раньше проехала. Ебаву в кандалах ведут, на санях, куда, я не знаю. Я за нормальный секс, куда ее повезли? Еще есть картина, есть, кто не видел. Запорожцы пишут письмо в автосервис. Не видал никто? Не видал. Знаешь, кстати, почему у Запорожца фары круглые? Нет? Не будем зад мотор ставить. Я сейчас смотрю, ребят, точно картина у вас. Не ждали. Не ждали, чтобы культура интересуется. А вы знаете, как интересуется?